Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире канала Автоплюс, программа «Попутчик» и я, Юрий Новиков. Сразу объявляю тему нашей сегодняшней программы – это «Автомобильный туризм. Выбираем летний или ближайший праздничный маршрут». Я с удовольствием представляю гостя. Гостя очень известный, особенно в мире интернета. Это основатель одноименного форума Винского, Сергей Винский, путешественник. По вашим самопризнаниям, для вас путешествие – это не хобби, а стиль жизни, правильно? Правильно, да. Сергей, прежде чем мы продолжим разговор, давайте посмотрим сюжет о том, путешествуют ли люди и что движет ими. Автомобильный туризм является довольно простым и сравнительно недорогим способом изучить исторические достопримечательности и насладиться красотами природы родного края. И не только родного. Несмотря на явные преимущества такого времяпрепровождения, автотуризм в нашей стране развивался и развивается гораздо более скромными темпами, нежели, например, в Европе или Соединенных Штатах, где для поддержки этого вида досуга существует мощнейшая инфраструктура. Тем не менее, в последние годы все большее число россиян выбирают именно автомобиль в качестве средства передвижения во время отпуска или каникул. Самые популярные маршруты, которые выбирает наш соотечественник – это города Золотого Кольца, Карелия, Алтайский край, Адыгея и Кавказ. А в Краснодарском крае, например, в последние годы количество автопутешественников увеличилось аж на 70% по сравнению с показателями прошлых лет. И действительно, такой способ отдыха дарит пытливому уму и неравнодушному наблюдателю гораздо больше впечатлений, нежели скоротечный и деловитый перелет из пункта А в пункт Б. Сергей, итак, чем, на ваш взгляд, скажем, почему, на ваш взгляд, автомобильный туризм достойна альтернатива любому другому туризму? Ну, во-первых, для меня лично это автомобиль, как бы, это моя крепость, то есть это мой дом, в случае чего, если я не нахожу, допустим, жилье, я могу в случае чего переночевать в машине. Это автономия, то есть я захотел поехать из пункта А в пункт Б, а потом передумал по пути и заехал в пункт С и Д еще попутно. Потом, ну, просто, допустим, люди некоторые боятся летать, и им легче, допустим, на автомобиле проехать. Или они думают, что перелет из пункта А в пункт Б, он стоит столько денег, а если я поеду на машине, то, как бы, это будет вот столько денег. Кстати, вот по поводу денег, мы чуть позже к ним вернемся, по поводу стоимости автомобилевого туризма. Действительно ли дешевле на автомобиль отправляться в путешествие, нежели, там, поездом, там, пароходом, теплоходом или самолетом? Ну, все зависит от того, какой мы берем маршрут, какой мы выбираем маршрут, и какая точка наша конечна этого маршрута. То есть, если, допустим, мы собираемся ехать по Золотому кольцу, то, естественно, лучше поехать на автомобиле, нежели, чем поехать на поезде или полететь на самолете. Просто самолет туда не летает. Вот. Если мы говорим о каких-то далеких пунктах, это Европа, Западная Европа, или, ну, Сибирь, как бы, дальше туда, Дальний Восток, то, конечно, лучше воспользоваться самолетом, потому что то на то и придется. То есть, вы поедете на машине, и вы потратите столько денег, сколько будет стоить билет на самолет, допустим, из Москвы в Владивосток. Ну, вот смотрите, впереди майские праздники, да, они не за горами. Вот первые майские, на 1 мая 5 выходных официальных, на 9 мая 4 дня официальных выходных. Если еще взять вот 3 дня между ними, то получается 12 дней выходных. Да, то есть, это целый отпуск. Это то время, за которое человек может посмотреть огромное количество и городов, побывать в огромном количестве мест, испытать огромное количество положительных и, может быть, отрицательных каких-то негативных эмоций. Ну, будем надеяться, что он будет испытывать только положительные эмоции, потому что отпуск, он для этого и предназначен, для того, чтобы человек, он немножечко отдохнул от работы и освободился от этого. Вот давайте начнем сначала, да. Вот как вы, именно вы, Сергей Винский, как вы разрабатываете маршрут? Ну, значит, абстрактный вопрос, но для начала я просто залезаю в интернет и читаю о том месте, куда я хочу поехать, смотрю фотографии и начинаю немножечко для себя понимать, вообще нужно мне туда ехать или нет. Если я выбираю это место, мне оно нравится, после этого я опять-таки в интернете смотрю стоимость билетов и стыковки и так далее. И можно ли, допустим, на месте арендовать автомобиль, туда, куда я прилетел. Если, допустим, я собираюсь куда-то поехать, вот у меня была поездка, поселок называется Винский. Я решил туда поехать и проверить, что это такое. То есть, это находится в 300 километрах от Москвы. Это никакое, не родовое ваше имение? Я вот поехал проверить, как раз, я не знаю, от чего произошла моя фамилия, очень интересно мне было. И я туда поехал на машине. Вот, то есть, для меня было интересно. По пути я заехал, это находится в Калужской области, на границе с Брянской. Я заехал в несколько городов, я посетил Калугу. То есть, у меня один день было на это путешествие, и я с удовольствием заехал, посмотрел Калугу. Я там никогда не был, и вряд ли когда-то еще буду. Я прогулялся по паркам, я посмотрел, насколько красивый город, чистый, даже удивительно это было. Вот, и, значит, дорога у меня отняла, ну, где-то часа два-три. И то, я ехал достаточно быстро, и единственное, что я смотрел камеры. Значит, в Московской области стоят камеры, меряют скорость, и, соответственно, я как бы... Притормажил до 90-х. Скажите, вот, говоря о путешествии, там, европейской части России, да, вот, насколько, на ваш взгляд, она обустроена для человека в автомобиле? Вы знаете, вот, правильный сюжет вот сейчас был, он как раз затронул эту проблему, то, что в Западной Европе, в Америке, в Австралии, везде, где люди путешествуют на автомобилях, а там очень не любят путешествовать на автомобилях, особенно в Америке и в Австралии. Это, опять же, их сэкономии? Или по другим соображениям? Вы знаете, это все из жизни, потому что, собственно говоря, если взять историю Америки, бензин был дешевый, поэтому там даже железные дороги не строили, там люди просто ездили на автомобилях, то есть автомобили, это было все, то есть получение прав в Штатах, и считалось это совершеннолетие, то есть уже все, я могу куда угодно поехать, я могу все, что угодно делать. Вот, то есть у них под это все заточено, то есть у них есть система мотелей, то есть вдоль дороги стоят, буквально там вывеска, есть, допустим, места, заезжаешь, тут же там в течение нескольких минут ты взял себе комнату, поставил машину на парковку, пошел, бросил вещи, потом пошел в ресторан в этом же мотеле, поел, лег спать, посмотрел телевизор, и еще плюс в этом мотеле тебе предлагают кучу карт и кучу всяких брошюр, ты можешь посмотреть, что в этом месте, там, какой-нибудь, допустим, какая-то деревня, да, что ты можешь посмотреть там. Вот, в нашей стране несколько по-другому, то есть, допустим, ну, я давно уже не ездил, скажем так, по нашей стране, хотя раньше я, когда гонял машины из Западной Европы, я часто проезжал по дорогам, и единственное, что я видел, это какие-то ночлежки для дальнобойщиков, ужасного вида, и продающиеся пирожки и шашлыки вдоль дороги, все. То есть, как таковой инфраструктуры нету. Вот, и я так думаю, что она будет сейчас развиваться, потому что, я так понимаю, что политика такая сейчас идет, и стратегия развития туризма внутреннего, и на это выделяются деньги определенные, и, соответственно, административные ресурсы, поэтому я думаю, что будет меняться к лучшему, и мы придем к тому, что мы будем с удовольствием совершать путешествия, даже на далекие расстояния. Я напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 8495-617-955-55. Если у вас есть вопросы к Сергею, к нам, задавайте, пожалуйста, с удовольствием на них ответим. То есть, вы считаете, что наша инфраструктура недостаточно развита, и именно в этом кроется причина нежелания путешествий? Ну, во-первых, наша страна, она достаточно большая, ее нельзя сравнивать с США или с Австралией в несколько раз больше. И главная беда еще у нас это дороги. Ну, сами понимаете, что по плохим дорогам нет большого желания путешествовать. То есть, я бы, может быть, с удовольствием, меня сейчас пригласили в Екатеринбург, я бы, может быть, с удовольствием поехал туда на машине. Ну, я покупаю билет на самолет, потому что я не уверен, что я доеду. То есть, какие-то колдобины, рытвины, плюс еще, ну, вот я говорю, что даже переночевать по дороге, ну, это надо куда-то заезжать, что-то искать. То есть, нету системы поиска вот этих вот мотелей, отелей, чтобы их забронировать, потому что они с дороги не видны. И ты едешь, и ты ничего не знаешь. Вот, а Москва, Екатеринбург, что-то будет там по пути или нет? Нет таких сайтов. А на Западе там просто вводишь начало-конец своего маршрута, и тебе выдается, и это называется поев навигации, это места, где можно переночевать, можно заправиться, можно поесть. То есть, вот когда это будет, тогда у нас пойдет автотуризм. А так сейчас, вот правильно сказали в сюжете, что в основном люди предпочитают из Москвы по Золотому кольцу, потому что самолеты не летают. Ну и, в общем, не очень далеко в течение дня. С одной ночевкой можно съездить, в Суздаль, или там куда-нибудь во Владимир, вот, в Ярославль. А вот куда-то дальше, ну, в Нижний Новгород можно еще доехать, а вот куда-то дальше, допустим, в Салихард. В Салихард есть такой город, оказывается, вот у меня на форуме был конкурс, написали, значит, отчет ребята по Салихарду, как туда поехать. А вот я не знаю, как только на самолете. То есть, автомобильной дороги нет? Автомобильной дороги нет. Ну, может быть, она есть, но я не знаю состояния этой дороги, нет никакой информации по этому поводу. Вот, поэтому приходится покупать билеты. Скажите, вот, ну, хорошо, это если мы берем восточный, потому что мы живем в Москве и не знаем, что там. Может быть, там все не так и плохо, может быть, там замечательные, и я знаю, что там есть замечательные дороги, очень достойного качества, на которых, в общем, никакая подвеска не полетит, и есть заправки, и есть тоже небольшие мотельчики, и прочее, прочее, прочее. Есть где перекусить, есть где переночевать. Говоря, скажем, о путешествии в сторону Запада, к нашим ближайшим соседям, это Белоруссия, Украина и чуть ниже Молдова. Вот ваше впечатление от поездки по этим государствам? Ну, опять-таки, я предпочитаю здесь уже не на автомобиле. Допустим, если я еду к нашим соседям, на Украину, я использую поезд. Но я могу сказать, в принципе, это очень самое, это самое популярное направление для автопутешествий. Поездки на Украину, в Белоруссию, в Прибалтику, поездки в Крым, потому что Крым никто не отменял, и там на машине, на машине очень хорошо. И Крым, он до сих пор еще очень даже неплох. Поездки в Анапу, поездки в Краснодарский край, на море. Ты берешь с собой, во-первых, ты можешь с собой в машине взять массу вещей, которые тебе придется, если поедешь на поезде или на самолете, ты это понесешь на себе, как и шаг, а тут у тебя в багажнике лежит. Ты можешь взять с собой палатку, можешь палатку поставить где-то, переночевать, в конце концов. Вот, то есть, да, вот я, кстати, что-то совершенно как-то про этот Восток начал говорить, потому что у меня сейчас просто мозги работают про Лава Сибирь, да, про Урал, поскольку у меня поездки предстоят. А вот, что касается юга, да, и запада, очень даже, да, неплохо. И, в принципе, планирование маршрута можно начинать с того, что просто вы заходите, опять-таки, в интернет, и через гугл-карту вы смотрите просто маршрут, который вам предлагают гугл. То есть, пункт А, пункт Б, и смотрите, выбираете, какой маршрут, там несколько вариантов вам предложат. Можете посмотреть километраж, и, в принципе, он вам дает даже распечатку, вплоть до того, что проедет 50 метров поверни налево, потом поверни направо, ну, то есть, полную лоцию. И, в принципе, эти места, они действительно цивилизованные, я извиняюсь перед сибиряками, вот, поэтому там действительно, да, можно найти вполне жилье, и где перекусить, особенно в Украине. Украина вообще там еда тоже. У нас есть звоночек, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер, Валерий Садинцова. Да, Валерий, слушаем. Ваш вопрос. По поводу, только что слушал оппонента вашего... Сергея. ...по поводу поездки на Украину. Да. В том году мы ездили на Украину. Как бы наши дороги идеальны по сравнению, остановиться, где переночевать, перекусить и все остальное, нету вопросов. При пересечении границы в Харькове, отстояв 6 часов на границе в Харькове, решили позавтракать. А в 9 утра мы решили позавтракать, позавтракать мы смогли только в час дня в более-менее нормальном месте, потому что проезжают поля с кукурузой, ну, украинские поля. Есть от Харькова скоростная трасса, на которую выехать очень проблематично. 180 километров, дальше дорог нету. Также далеко ходить не будем, но как бы мы много путешествуем, ну, и по охоте я езжу очень много. Далеко ходить не надо. Расстояние от поселка или райцентра лесное до Боровичей. Проедьте на машине 120 километров, дороги нету. Лесовозы ездят, она сгрунтованная такая, отсыпанная, но поездка из трех машин, доехали две. То есть, ну, путешествие по России еще более-менее. А вот путешествие страны ближнего зарубежного, не берем Белоруссию, что ты переезжаешь Россию в Белоруссию, ты ее не чувствуешь. Вот она Россия, вот Белоруссия нет таможни. То есть, ну, Россия не дошла до того уровня, как бы, путешествия. Поэтому, как бы, и оставлять лучше, приезжая в Россию, машина, ну, такая, в потрепанном более-менее состоянии. Вот такой у меня вопрос. Спасибо. Я не понял, это был вопрос или это был рассказ? Вот, как бы, если можно... Нет, ну, это был, видимо, был вопрос, суть его в следующем, что вот проблемы возникают дорожные, да, то, о чем вы говорили, да? Да. И проблемы возникают на таможне и на границе, да? Вот, действительно, с Белоруссией проскакиваешь, даже не замечаешь. Да, есть такое, ну, естественно, что и с российской стороны, и с украинской стороны там определенные люди сидят, служивые, которые, может быть, они не торопятся особо, и, возможно, что есть пробки, возможно, что есть вот время ожидания. Я просто говорю, что я уже давно не езжу, как бы, на машине дальше, чем там 200-300 километров, предпочитаю все-таки самолет или, в конце концов, поезд, если надо поехать на Украину. Но у меня был опыт поездки в Крым, и, в принципе, как бы, я поступил так, что я проехал на поезде до Харькова и взял там в прокат автомобиль. И на автомобиле, на этом прокатом я уже поехал в Крым. Кстати, говоря по поводу прокатных автомобилей, тоже такая отдельная тема. Я, готовый к эфиру, позвонил в несколько прокатных контор, да, Москвы. Можно ли на вашей машине выехать за границу? Мне сказали, нет. Нет, нет, нельзя. Я позвонил в брендовые прокатные конторы, да, всемирно известные, не будем их называть, выехать можно. Но сумма аренды автомобиля на две недели такова, что это, наверное, раз пять можно туда-сюда слетать на самолете. Какие вы страны называли, как страны выезда из России? Если вы называли Украину, да. Если Белоруссия, я думаю, что проблем не будет. Во-первых, они не узнают, что вы туда поедете. Нет, уже после Белоруссии туда, уже за границу Польша, Германия, в ту сторону. Это естественно. То есть это естественно? Да. Будет дороже. Потому что, смотрите, если я, допустим, беру машину в Германию, прилетел в Германию и еду в Италию, я же не говорю, что я поеду в Италию, и у меня будет unlimited километр. То есть я съездил, может быть, я там по Германии ездил где-то. Я съездил в Италию, отдохнул, что нужно сделать, купил что-то, поел, приехал обратно в Германию, сдал. А тут вы едете из России, допустим, в Германию, вы пересекаете государственную границу. Во-первых, вам нужно другую страховку оформить на машину. А во-вторых, это определенный риск. То есть вы приезжаете в страну с другой юрисдикцией. И в случае, что с машиной, какая-то авария или еще что-то, там, по-моему, какие-то проблемы начинаются. Просто, вот, если взять в обратку, то есть, допустим, из Германии, я хочу в Россию поехать на Ренткаре. То есть раньше вообще вот западные страны, они не давали ни в коем случае машину в аренду. А сейчас это возможно? Я думаю, что сейчас возможно, просто это будет дороже стоить. Просто никогда я не задавался этим вопросом. Можно посмотреть, просто зайдя на сайт. То есть вот те страховые риски, видимо, они закладывают, когда машина едет в Россию. А раньше так вообще нельзя было выезжать в Россию, вот, когда еще, допустим, Польша, она не была в Шенгене, то есть и в Польшу нельзя было. Потому что люди просто брали в прокат машину. Ну, я не знаю, брали или нет, но можно было взять, пригнать ее в Польшу и продать просто-напросто. Так, перебивали номера, и все, и машина исчезала. Есть еще один звоночек. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Олег. Да, Олег. Я из Челябинска. Я хотел бы немножко возразить человеку предыдущему, который звонил. Так. Я частенько езжу в Крым, около 12 раз уже был в Крыму, очень люблю туда ездить. Вы из Челябинска, простите, Олег? Да, да. Сколько, каково расстояние от Челябинска до Крыма, скажем так, до Симферополя? Две, я до Симферополя точно не знаю, но мы ездим две девятьсот пятьдесят. Две семьсот пятьдесят? Две девятьсот пятьдесят. Две девятьсот. В течение какого времени вы проезжаете это расстояние? Двое с половиной суток. Вас это не утомляет, двое с половиной суток сидеть за рулем? В общем, такой сомнительный отдых, согласитесь. Ну, то, что потом мы получаем, как бы все компенсируется. Хорошо. Ваше возражение нашему предыдущему телезрителю. Ну, я согласен с тем, что есть участки дороги на Украине, которые действительно, ну, как бы, не совсем устраивает. Но по поводу лесовозов я не знаю, где человек ехал. Я говорю, ну, я не стал просто с этим. Но, допустим, наша дорога от Иркутска до Красноярска, это вообще стыд федеральной трассы. Поэтому говорить, ну, скорость на Украине увеличится минимум на 20 километров. Я имею в виду скорость движения. И что получается потом взамен, все компенсируется. Хорошо, спасибо. Спасибо, Олег. Ну, вот как раз вот человек сказал про то, что он берет в машине все с собой. То есть у него там и термосы, у него еда, может быть, у него там мини-кухня вообще там полевая. Да. Ну, 3000 километров. 3000 километров. И он, по крайней мере, себя чувствует, что он автономен. То есть в любой момент, вот, понимаете, вот прилетает на самолете, вы прилетели в аэропорт, вам надо найти такси, вам нужно найти гостиницу. То есть вы не защищены, вы как бы, да, вот, как раздеты. А тут, собственно говоря, человеку, ну, не удалось переночевать, не нашел гостиницу где-то, но в конце концов, в машине можно, в конце концов, палатку можно разбить. Вот я хочу задать вопрос нашим зрителям, такой напрос провести. Считаете ли вы, что автомобильный туризм – это альтернатива другому виду отдыха? Да, нет. В конце программы мы озвучим ваше мнение. Давайте перебираться. А, кстати, вот 3000 километров и человек, да, наш зритель Олег. Так, вообще, вот, ваши рекомендации, сколько, сколько вы проводите за рулем максимальное количество времени? По времени и по километражу? Ну, естественно, как только чувствуешь, то есть, есть дорога монотонная, вот, как только чувствуешь, что у тебя начинают немножечко закрываться глаза, сразу же надо искать место, где переночевать или, по крайней мере, выйти из машины, размяться немножечко. Можно там умыться как-то холодной водой, то есть, привести себя в порядок, потому что очень опасно, очень незаметно, можно уснуть за рулем, это буквально секунда, и ты едешь не один, ты едешь своими близкими, то есть, надо, прежде всего, думать о них и о других участниках движения, чтобы не спровоцировать какие-то аварийные ситуации. То есть, как только устали, не экономьте на этом, останавливайтесь и приводите себя в порядок, то есть, немножечко там пройтись, можно там покушать, там можно, я не знаю, там поджиматься. Ну, подожди привести, да, взбодрить себя всеми доступными способами. Да, вот, что касается трех тысяч километров за три дня, это вполне нормальный режим, то есть, я вот по себе сужу, то есть, по тем временам, когда я, допустим, гонял эти машины, у меня были моменты, когда я просто ехал и не спал ночью, и под утро у меня начинались такие галлюцинации, то есть, там, мне казалось, что кто-то дорогу переходит, там, какие-то дома стоят, хотя это были деревья, то есть, не надо доводить себя до этого состояния, то есть, это был просто экстрим в моем случае. То есть, вы предпочитаете все-таки такую дневную езду, чем ночную? Да, вот, допустим, куда-то в Западную Европу, если я приезжаю, прилетаю, я беру машину сразу же в прокат, потому что я не езжу на общественном транспорте, я не хожу пешком. Ну, правильно, вы свободный человек. Вот, я прилетел, очень удобно, там, у меня заранее забронирована машина, я вышел, я еще выбрал, какую машину мне. То есть, я забронировал самую дешевую, а взял, мне нравится, там, допустим, турбодизель, он экономичный, а по горам он, как бы, тяговит, и очень удобно ездить. Вот, я вышел, значит, нашел нужную мне машину, там, доплатил сколько нужно, получается все равно дешевле, нежели если бы я просто заказывал такую машину. То есть, это одна из тонкостей, о которых я пишу. Вот, как, допустим, там, забронировать отель, так чтобы он получился дешевле, или купить дешевые авиабилеты. Вот, то есть, я сел в эту машину, я прицепил GPS на лобовое стекло, и вот у меня такое ощущение, вот, приключения начинаются. То есть, мне просто кайфово от этого. Давайте послушаем еще один звоночек. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Хорошо, видимо... Да, да, да. Алло, алло. Да, да, как вас зовут? Валерий Великий Новгород. Да, пожалуйста, Валерий. Валерий Великий Новгород. Да, мы вас слышим, да, ваш вопрос. Будьте лаконичны, пожалуйста. Я сам езжу на Украину, с Великого Новгорода, беспрерывно. И хочу сказать, что никаких проблем ни с пересечением границ, ни с движением по Украине. Везде можно всегда и поесть, и поспать. Без проблем. Даже при пересечении украинской границы, там есть, вот, по М20, когда движешься, есть гостиница «Дружба» в 30 километрах. Без проблем принимают и за рубли, и за гривны, и все это вот. Поэтому... Поэтому путешествуйте на здоровье в Украину. Спасибо вам большое. Скажите, ну, вот, по поводу путешествия за границу, да, очень многие, я знаю, мои знакомые, поступая следующим образом, вот, были, да, большие новогодние праздники. Они в час ночи, 1 января, садились на машины и ехали через Белоруссию и через Польшу, доезжали до Парижа, да. То есть их это абсолютно не останавливало, что... Можно вопрос сразу? Да. Сходу. Вот они в новогоднюю ночь поехали на летней резине, да? Не, почему? А, на зимней. На шипованной. Потому что в Европе шипованную резину запричинят. Нет, нет, зимняя резина. Зимняя резина не шипованная, понял, да. То есть вот их не остановило эти 3000 километров, и они замечательно там потом поколесили по всей Европе, и, в общем, приехали, хотя, конечно, очень долго их стояли на границе, обратно, Польша, Белоруссия, Белоруссия, Польша, очень долго, стояли порядка 8 часов. Ну, это, видимо, просто такой праздничный наплыв, поэтому такая большая очередь. И остались в полном восторге, опять же, о чем вы говорите, от той свободы, которую позволяет тебе автомобиль. Да. Что нужно знать, чего не знаем мы, путешествуя по... или беря в аренду машину за границей? Какие тонкости, которые необходимо знать? Ну, первое, то, что нужно, это с собой взять, конечно, навигацию. Она сейчас доступна, GPS-навигация вместе с картами Европы, вот, и, собственно говоря, она решает многие вопросы. Во-первых, не все хотят ездить по платным дорогам. То есть есть альтернатива всегда платным дорогам в Европе, вы можете задать это в опциях-установках, что еду не по платным дорогам, а по таким. Вот, соответственно, вы будете терять время, но вы сэкономите какие-то деньги, потому что дороги стоят денег. Вот, что еще? Во-первых, надо учитывать то, что в Европе, в Москве можно бросить машину, и то наказывают сейчас. Где-то там, допустим, в Маршанске, я думаю, что там машину можно запарковать вообще где угодно. А, допустим, если вы приезжаете в Западную Европу, то там уже строгое ограничение по парковкам, поэтому надо смотреть на разметку, во-первых. То есть если желтая разметка, машину парковать нельзя, если синяя разметка, то парковать машину можно, но надо оплатить эту парковку. Причем по воскресеньям платить за парковку не надо, потому что в воскресенье можно ставить бесплатно на паркинг. И также бесплатный паркинг, скажем, существует еще после восьми вечера и до семи часов утра. То есть существуют такие места, просто надо смотреть шильдики. То есть вдоль дороги стоят знаки и шильды, где написано, когда можно парковать и когда нужно платить. Поэтому обратите на это внимание, штрафы за неправильную парковку, они существенные. Если у вас опыт общения, скажем, с дорожной полицией европейских стран, насколько она отличается, ну я понимаю, догадываюсь, что она отличается от нашей, и даже догадываюсь чем, насколько они требовательны, насколько они внимательны, насколько они дружелюбны к водителю? — Самый последний случай, я вообще редко сталкиваюсь с полицией на дорогах Западной Европы и Америки, и Австралии. Ну вот последний случай у меня был, это был на Лазурном берегу, то есть это где-то месяц назад. А просто, ну мы немножечко просто пошутили, мы приехали кататься с горова Франции, и приехав на Лазурный берег, потому что мы на гору не попали, у нас была летняя резина, машина, которую мы взяли в прокат, а как раз там выпал снег. Вот, мы приехали на Лазурный берег кататься, и мы одели просто там шлемы, куртки и сноуборды, и встали, значит, там на фоне пальмы, фотографировались, и видимо привлекли внимание полиции, потому что сев в машину и, как обычно, не пристегнувшись, а я что-то забыл, все им про ремень, вот, я поехал, и тут же меня обгоняет мотоцикл, там сидит, значит, полицейский, и показывает, остановись. Вот, я останавливаюсь, он подходит, я открываю окно, то есть сидеть из машины выбегать не нужно, и там говорить, там, слушай, братан, там, командир, да, командир, вот, то есть сидишь, как в Штатах, руки на руль не надо, там, поднимать обязательно, но просто сидишь в машине, он к тебе подходит, открываешь спокойное стекло, он спрашивает там документы, спрашивает, значит, водительские права, документы на машину, вот, спрашивает, почему не пристегнут? Я говорю, извините, забыл просто, он говорит, ну, это вообще-то типа потому, что штраф, я говорю, ну, я понимаю, конечно, я готов оплатить, он говорит, ну, на первый раз, в принципе, как бы, вот, я обратно твои документы езжаю, ну, обязательно пристегнись, села уехал, вот, и у меня не было таких случаев, наверное, был только один раз случай, когда пытались из меня какие-то деньги выжить, это было... Где? Это было, сейчас скажу, в Панаме, это было в Панаме, просто ехал на большой скорости, меня остановил, значит, полицейский с радаром, вот... Насколько было превышение, не помните? Я не помню, дорога была без знаков, с двух сторон рос сахарный тростник, дорога узкая была, в общем, как-то он меня остановил, я даже не обратил внимания, но ехал где-то 100-110, может быть, там 60 было, не знаю, но он сказал, что типа того, что он по-испански начал говорить, а я включил дурачка, я просто сказал, что... я не понимаю просто, о чем вы говорите, он сказал, я вам выпишу талон, я понимаю по-испански чуть-чуть, я говорю, ну, выписывайте талон, он еще раз, я вам выпишу талон, я говорю, да ради бога, выписывайте. И на сколько? Он мне вернул права, потому что выписывать талон не входило в его, как бы, в его задачу, его задача была с меня получить какие-то деньги наличными. То есть никаких денег он не получил? Никаких денег не получил, естественно... И отпустил? И отпустил, да, и в принципе я просто хочу порекомендовать, то есть не надо сразу там деньги какие-то ссувать, то есть по-человечески просто с людьми, если даже не знаете языка, то есть по-русски просто говорите, но интонация покажет, что вы осознали свой пара ступок, и действительно просто не поступайте по-хамски, ну, как бы сказали пристегнуться. Я потом ездил пристегнутый, кстати, не проблема. Сергей, давайте посмотрим на экран. Да, путешествую, да. По Франции, в Австрию. Ну, да, в прошлом... Нет, в позапрошлом году я проехал 13,5 тысяч по Европе километров на своей машине. Да. Куда? В Чехию. Да, приходилось постоянно. В России. По городам России. По любым. Да, приходилось. На Алтае ездили, на Ниссан, на аваре, пикап. Да, приходилось. В Сочи ездил, потом ездил в Башкирию, в Уфу, потом ездил в Одессу, на Украину. Ну, вот такого плана. В Карелию ездил еще, тоже на автомобиле, в Петербург. Видите, как здорово, да, что мнения разделились. Да, кто-то путешествует и по России, на Алтай люди ездят, да, и кто-то ездит во Францию, и там, Швейцарию, скажем. Уже такое дальнее для нас... Ну, я не одинаковый, что до Алтай, что в Париж, мне кажется, если так вот посмотреть. Из Москвы я имею в виду. Но, заметьте, люди, в общем, молодого, да, возраста, молодые, там, 30, может быть, 30 небольшим, может быть, даже меньше. Вот чем вы объясните страх людей более старшего поколения, там, кому-то там за 40, 45, 50, может быть, даже за 50, у которых есть огромное желание поехать на машине или взять в аренду машину там, за границей. Но они боятся других каких-то дорог, они боятся языкового барьера. Вот что вы можете им порекомендовать? Ну, начнем с того, что у меня самому 47, не так далеко я ушел от тех, кому за 50. Вот, но, тем не менее, значит, по поводу вот этих людей, то есть есть определенная, ну, как бы, косность мышления, может быть, и стереотипы. То есть люди, они знают иностранный язык. Ну, они знают, там, как бы, что, когда у них что-то спрашивают, иностранный язык, они громко отвечают по-русски, ну, так, раздельно слова делают, да, я вот хочу. Вот. Что, не нужно бояться, в принципе, все люди, и всегда можно объясниться. То есть я нехорошо знаю, скажем так, признаю, что я много нахватан у меня с разных языков, но я ни один не знаю, собственно говоря. То есть всегда можно объясниться жестами, интонацией и так далее. Вот. Почему не ездят? Ну, может быть, еще материальное положение, скажем так. Потому что, ну, наша страна, собственно говоря, появилась, какой она существует сейчас, не так давно, а до этого у нас, собственно говоря, вообще не разрешали выезда за границу, это вот до перестройки, скажем. Вот. Поэтому людям, может быть, еще и у них это из детства не привелось. Боязнь какая-то, да? Ну, боязнь за границей, да. Вот эта боязнь, я думаю, что это в основном наше прошлое, и люди вот сейчас, которые, вот, как бы, вы говорите, молодые, там, тридцатник, они уже, собственно говоря, уже в Новой России росли, поэтому для них это, естественно, выезд за границу, отдых и так далее. А в те времена, вот, в мои времена, когда я был студентом, поездка в Болгарию считалась это вообще каким-то событием в турпоездке. Подарком судьбы. Подарком судьбы, да. А так, в лучшем случае, предлагался ездить в какой-нибудь санаторий. Вот, поэтому, поэтому, вот, это чисто психологически, и, может быть, частично материально еще, вот, как бы, материально. Не все люди имеют возможность купить такую машину, на которую можно куда-то поехать. Ну, понятно. То есть, в основном там, если куда-то уехать из Москвы, в Москве там много всяких, на Марк, а если куда-то уехать... Да, там гораздо скромнее люди живут, очень много, много Жигулей. Жигули, и на них особо далеко не уедешь. Хотя, вот, на моем форуме есть рассказ, как девочка поехала на Оке. А на Оке она проехала всю Европу, доехала до Португалии, до самой западной точки Европы. На Оке. На Оке, да. А Ка у нее периодически ломалась, как все наши российские автомобили, но ей помогали, собственно говоря, в этой... Юни-Катя, Сергей, Юни-Катю зовут. Катю-Катю зовут. Она была гость этой студии. А, вот, видите. То есть, был вот этот отчет, потом, значит, этот же ее маршрут, и, вернее, ее, как бы, вот этот подвиг на Оке повторил еще кто-то. То есть, я его смотрел на форуме, у меня просто отчет появился, тоже на Оке кто-то поехал. То есть, в принципе, здесь главное, может быть, даже не материальный статус, а именно в голове все. То есть, если отключить немножечко свои тормоза, то все хорошо будет. Самые дружелюбные люди, скажем, да, вот там, ну, если можно их так разбить по странам, с которыми вам приходилось общаться. И кто, скажем, наоборот, скажем, неохотно идет на помощь? Ну, скажем так, мне трудно, вот, это все зависит, опять-таки, от человека. Ну, получается так, что мне нравится Италия, и, как бы, я там часто бываю. То есть, итальянцы для меня, это вообще, как бы, родные люди. То есть, я себя чувствую там, как рыба в воде, и, собственно говоря, и мы вместе, они меня особо не отличают от себя. Вот, а что касается других, вот, допустим, у меня был случай на Кубе, когда я ехал, уже ночь была, и мне надо было узнать дорогу, направо или налево. То есть, просто дед какой-то был с велосипедом, я останавливаюсь там, спрашиваю, куда, налево или направо? Он говорит, дай один доллар. Угу. Я говорил, вот, сыт тебе, вот, просто вот, просто вот за дорогу спрашивают деньги. Для меня это, мне не жалко доллара, я ему хоть сто дам. Не суть важная, это просто принцип, я ему просто не дал эти деньги, поехал направо, в итоге, значит, развернулся, поехал налево. Потерял какое-то время, но, тем не менее, я просто вот очень усиленно удивился, что, если раньше вот на Кубе, ну, в начале 2000 года люди помогали, действительно, как бы искренне там, как бы радовались там, вот, туристам, вообще для них это было что-то. А сейчас все это дело очень такое, на коммерческие рельсы встало, видимо, и там даже старые дедушки уже, которые вроде воевали за Кубинскую революцию, уже... Уже просят долг. Да, просят деньги за то, чтобы помочь. Скажем, о менее эмоциональной скандинавы проблем? Да, в Скандинавии, я, собственно говоря, вот как бы по Норвегии ездил, у меня была навигация, и мне особо как-то и... Не спрашивать не приходилось. Не спрашивать не приходилось дорогу, вот, а так, не, они нормальные абсолютно люди, может быть, да, они более, скажем, такие, более молчаны, и не так сильно размахивают руками при разговоре, вот, ну, у них хороший английский, и, как бы, там достаточно просто тоже ориентироваться. Ну, я говорю, что у меня мало-мало было общения в скандинавских странах, потому что я вот из скандинавских был только в Норвегии и Финляндии, вот, а там по Швеции, по Дании, это у меня, кстати, в этом году будет поездка, я еще пока не был, собираюсь поездка. Сергей, у нас остается, к сожалению, мало-мало времени, вот, скажем, тезисно там буквально, что, чего не нужно бояться, вот еще раз, для того, чтобы отправиться в путешествие? Ну, чтобы отправиться в путешествие, первое, ребята, запомните, что, в принципе, не все так страшно, все на самом деле решается, языковый барьер, который все боятся, как я еще раз говорил и повторюсь, что все решается на пальце, в конце концов, вы всегда можете объясниться, показывая, там, картинку нарисовать, там, допустим, как заказывали еду, там, нарисовали поросенка, вот, мне свинину нужна. Вот, второе, значит, позаботьтесь о том, чтобы, значит, у вас была какая-то страховка, то есть, если вы берете машину в прокат, желательно, конечно, взять с полной страховкой машину, тогда, во-первых, вы будете отдавать, ее никто не будет проверять, они будут докапываться до каких-то царапинок, которые там появились. Да, Сергей, увы-увы, ну, просто, как бы, можно обратиться к вашему форуму, да, есть огромная куча автомобильных форумов, причем отправляться, почитайте обязательно, куда вы отправляетесь и что нужно знать именно в этой стране. Наш опрос, 78% считает, что да, автомобильный туризм – это достойная альтернатива туризму обыкновенному. Хороших вам праздников, хороших вам путешествий, будьте здоровы, хорошей вам дороги и, конечно, хорошего вам попутчика вашей дороги. Редактор субтитров А.Семкин